Живёт в Ярославле на улице Свободы Анна Андреевна Гагуева. В прошлом журналист областного радио она встречалась с интересными людьми, писателями, композиторами, актёрами. В её личном архиве хранятся ценнейшие документы, старые фотографии, письма, афиши, программки. И она щедро делится этим богатством с земляками. Восьмиклассницы Таня Шитова и Наташа Галашина заинтересованные посетители. Они учатся в 75-й школе, где есть свой театральный музей. В этом выпуске мы расскажем о культурной жизни Ярославля. В том объёме, разумеется, что позволяют рамки киножурнала. А культурные традиции здесь имеют глубокие корни. Более двух столетий назад Фёдор Волков основал в Ярославле первый в России национальный общедоступный театр. Он первым осознал общественную роль театра. Советское театральное искусство нельзя представить теперь без Ярославского академического театра, который носит славное имя Фёдора Волкова. В репертуаре театра всегда были темы высокого гражданского звучания. Готовится к постановке новый спектакль по пьесе «Дударева. Вечер». Режиссёр Владимир Александрович Воронцов ведёт репетицию сцены, в которой заняты народный артист СССР Валерий Нельский, народный артист Республики Николай Кузьмин и актриса Валентина Нельская. В репертуарной афише театра пьесы советских и зарубежных драматургов «Русская мировая классика». Этим вечером идёт спектакль по драме «Островского гроза». Одна из добрых традиций старейшего театра страны всегда быть школой актёрской игры, высокой театральной культуры. Сегодня в роли Екатерины на сцену выходит студентка Ярославского театрального училища ВУЗа Татьяна Гладенко-Цымбалова. Варвару играет её сокурсница Ирина Сидорова. Не каждый город имеет, как Ярославль, три своих театра. И актёрские кадры здесь готовят для всей страны. Среди преподавателей – ведущие мастера академического театра имени Волкова. Несколько лет назад Ярославское театральное училище стало ВУЗом. В этом году будет первый его выпуск. Идёт дипломный спектакль, перечитывая Шукшина. Салют! Он в Москве производится. А здесь это называется нарушение порядка. И мы с этим боремся. В другом зале занимаются будущие волшебники. Четвёртый курс на отделении актёров театра «Кукол» подготовил дипломный спектакль «Доктор Айболит». Художественный руководитель курса – Игорь Александрович Зайкин. Этим молодым актёрам предстоит работать для самого благодарного зрителя – для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова